Карнавал животных Но и тщательно следил, чтобы никто его не исполнял Исключение было сделано лишь для одной пьесы Знаменитого лебедя Почему же маститый композитор так стеснялся своего прекрасного сочинения Узнаем из нашего сюжета Однажды маэстро Камиль Сен-Санс пообещал своим ученикам Сочинить музыкальную шутку Зоологическую сюиту Обещаний педагог не сдержал Воспользовался композитор своей давней идеей Лишь спустя 20 лет Когда в 1886 году Ему пришлось задуматься над подарком Сен-Сансу хотелось преподнести Своему парижскому другу Шарлю Лебуку Музыкальный сюрприз Тот пригласил его принять участие В домашнем концерте По случаю традиционного праздника карнавала Под названием «Жирный вторник» Вот тогда-то Сен-Санс и вспомнил о своем остроумном замысле В сочинении со странным подзаголовком «Зоологическая фантазия» Участвовал не менее странный состав инструментов Флейта, кларнет, стеклянная гармоника, ксилофон, два фортепиано и струнный квинтет Сен-Санс был человеком неординарным Композитор, прекрасный органист, пианист, дирижер и музыкальный критик К тому же он увлекался математикой, астрономией, археологией и ботаникой Словом, он был еще и ученым-любителем Животных композитор знал не только по визитам в парижский зоопарк Сен-Санс обожал путешествовать Он побывал на Канарских островах, в Алжире, Вьетнаме И многих других экзотических местах планеты Итак, сочинение о братьях наших меньших было написано и исполнено на домашнем концерте Сен-Санс решил удивить и позабавить своих друзей Целой серии музыкальных анекдотов, пародий и карикатур Объединенных общим названием «Карнавал животных» Конечно же, о том, чтобы эти шутки стали достоянием широкой публики Композитор и не помышлял Это казалось ему просто неприлично В цикле 14 частей Карнавальный праздник открывает вступление и королевский марш льва После короткой интродукции два фортепиана начинают отбивать чеканный ритм торжественного шествия Вступают струнные Это свита царя зверей Его раскатистый рэк Сен-Санс изобразил с помощью фортепианных пассажей Короткая шутливая пьеса «Кура и петухи» словно звуковая фотография В которой кларнет, скрипки, альты, фортепиано подражают кудахтанью кур и петушиному кукареканию Сен-Санс послал привет классикам Куриные мотивы уже звучали и в знаменитой клавесинной сюете Куперена и в симфонии Гайдена Пьеска «Антилопы. Быстрые животные» состоит из одних только пассажей фортепиано Уловить мелодию так же невозможно, как и очертания несущейся антилопы Без сомнения, это был и эффектный трюк Сен-Санса Он, пианист-виртуоз, не упустил возможности поразить слушателей своей блистательной техникой Контраст всегда впечатляет Вслед за самыми быстрыми животными появляются самые медленные и флегматичные Конечно, это черепахи Они исполняют зажигательные канканы за перетой Оффенбаха «Орфей в аду» Только в предельно замедленном темпе Сен-Сансу, судя по всему, самому понравилась эта шутка И он повторил ее в следующей пьесе Слон тоже пародирует классический шлягер Большой и неповоротливый, как слон, контрабас исполняет кокетливый вальс Он основан на двух изящных темах Танцы сильфов из осуждения Фауста Берлиоза И скерцу из музыки Мендельсона Комедии «Сон в летнюю ночь» Кенгуру Сен-Санс тоже показал в движении Музыка точно следует за стремительными прыжками И внезапными замираниями этих загадочных животных Пьеса «Аквариум» — настоящий шедевр импрессионизма Роли рыбок исполняют флейта, струнные и фортепьяно А редкий инструмент стеклянная гармоника Создает ощущение прозрачной, искрящейся воды Призрачную красоту нарушают персонажи с длинными ушами Иными словами, ослы Это пародия Ведь ослами, конечно же, за глаза Во времена Сен-Санса называли музыкальных критиков Они всегда вторгаются в тончайшие миры художников Со своими бестактными комментариями И вновь Сен-Санс уводит нас в таинственный звуковой пейзаж Кукушка в глубине леса За кукушку кларнет, правда, по замыслу автора Его не видно и почти не слышно зрителю Зато в следующей пьесе «Птичник» Флейта звонко щебечет за целую стайку птиц Выводя мелодию с виртуозными трелями И вдруг В гармонию мира природы вторгаются пианисты Два фортепиана в сопровождении струнных Исполняют однообразные гаммы и упражнения Без сомнений Сен-Санс иронизирован Он записал всех пианистов, бездумно разучивающих Примитивное упражнение, в разряд животных Еще одна шутка Сен-Санса – пьеса «Ископаемые» Звучание ксилофона напоминает сухое клацанье костей Сен-Санс цитирует собственную симфоническую поэму «Пляска смерти» А затем два фортепиана излагают старомодные французские песенки Ларнет же исполняет сверкающие колоратуры Каватино-Разина из рассиньевского севильского цирюльника Вот и догадайся, что из классиков устарело А что по-прежнему звучит свежо и молодо Шарль Лебук хозяин дома был виолончелистом и принимал участие В домашнем концерте Самую красивую и вдохновенную пьесу «Лебедь» Сен-Санс написал для него в подарок И она сразу же вошла в репертуар многих виолончелистов Кстати, именно для нее Сен-Санс сделал исключение Запретив издание «Карнавала» целиком Он разрешил издать отдельно только пьесу «Лебедь» В 1907 году на эту музыку хореограф Михаил Фокин Поставил знаменитый номер для Анны Павловой К музыке добавилась хореография, а к названию «Лебедь» слово «умирающий» Сен-Санс номер видел, трактовкой был весьма удивлен Но против нее не возражал А все балерины уже больше века стремятся танцевать своего лебедя на музыку Сен-Санса Карнавал животных завершает веселый финал Парад Оле Все темы персонажей словно маски мелькают в радостном вихре Сен-Санс разрешил издать свой карнавал в животных лишь перед самой смертью Первое публичное исполнение цикла состоялось 25 февраля 1922 года Спасибо автору И право, напрасно он опасался рассказать анекдот в приличном обществе Ведь его юмор безупречен, а шутки современны до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok